Добрый день, меня зовут Дмитрий Эйлер. Сегодня 18 августа 2020 года и это аналитика для клиентов брокерской компании Amarkets. Начнем с пары евро-доллар. Евро-доллар пробил ключевой уровень 1.18568 вчера и сейчас достигает своей цели по покупкам по последнему циклу. Это уровень 1.19009. Здесь я ожидаю как минимум откат, возможно произойдет разворот и будет достаточно такая интересная коррекция, которую можно будет взять в работу. Фунт-доллар. Ситуация примерно такая же. Пробит ключевой уровень 1.31240 и максимальная цель по покупкам по фунту на сегодня это уровень 1.31719. Это конечно в том случае, если все-таки фунт не нырнет обратно под уровень 1.31240. То есть расчет именно такой. У франка тоже достигается цель по продажам. Это уровень 0.9418. Здесь я ожидаю как минимум коррекции, потому что тренд достаточно хороший, нисходящий и поэтому здесь возможно именно коррекция будет от этого уровня. По факту можно будет уже посмотреть и посчитать. Иена. Та же ситуация. Практически достигнут уровень 105.544. Это потенциал был продаж последних. Здесь нужно смотреть. То есть если цена пробьет этот уровень, то продолжатся продажи. Если от него отскочит и сформирует хорошую первую волну, то можно будет рассчитывать на покупки. Канадский доллар. К канадскому доллару до своей цели идти еще достаточно немного, так скажем. Это уровень 1.31560. Здесь я жду канадца для завершения его продаж. И дальше уже будем смотреть. То есть на сегодня цель такая. Завтра будем смотреть. Либо будет отскок и будет как минимум какая-то коррекция. Потому что более-менее какой-то нисходящий тренд есть. Я думаю, что возможно здесь коррекция, которую можно будет взять в покупке. Золото достигло своего ключевого уровня 1994.45. Здесь опять же ситуация следующая. Этот уровень был максимальный по моим расчетам. Для именно роста, для покупок. Поэтому сейчас нужно ожидать следующую ситуацию. Вообще я думал, что все-таки скорректируется хотя бы оно. Поэтому на самом деле еще ничего не произошло. То есть вот эта свечка может еще и втянуться под уровень обратно. Здесь собственно говоря две ситуации. Если свеча закрывается выше. То есть вообще в принципе цена фиксируется выше этого уровня. То можно рассчитывать на дальнейшие покупки. Опять же если это произойдет достаточно сильным движением. То есть формированием нового цикла, новой волны. Соответственно на откатной волне можно будет тогда рассмотреть покупки. Если же все-таки свеча здесь втянется. И особо никакого движения не будет. Возможен ложный пробой. И сформируется хорошее движение в продаже. То есть будет сформирована очень сильная волна. Именно нисходящая. То на откате и на откатной волне можно будет взять продажи. Индекс S&P 500. Небольшую разметку уже сделал. Был достигнут ключевой уровень 3.392. И 3 это максимальный потенциал был покупок с 14 августа. Поэтому сейчас ожидаю как минимум откат. Откат к уровню 3.376.0. Сюда именно сегодня жду S&P 500. Нефть. Нефть сейчас находится в таком небольшом флете. И ключевые уровни здесь. Это уровень 45.85. Это цель именно на сегодня. То есть я сегодня жду, что нефть подойдет к этому уровню. Если все-таки этот уровень пробьет, то вообще максимальная цель покупок, если из этого канала нефть выбьется, будет уровень 46.38. Ну а на сегодня это все. Подписывайтесь на канал брокерской компании Amarkets. Подписывайтесь на мой канал. Все ссылки в описании. Всего доброго. Удачи в торговле. Субтитры сделал DimaTorzok